всем привет на моем канале новая рубрика обзор общественных интерьеров я как дизайнер и архитектор посчитал что это невероятно интересно показывать вам дорогие мои зрители общественные пространства которые вы сами можете посетить и воочию насладиться дизайном а также проверить услуги этих самых организаций по которым я собираюсь ходить кстати напишите в комментариях насколько вам это будет интересно я буду показывать интерьеры разговаривать с дизайнерами которые оформляли эти интерьеры они будут рассказывать про фишки этих интерьеров про приемы которые вы сможете применить и у себя я надеюсь а также повторяю вы сами можете посетить эти самые пространства потому что они общественные и в этом на самом деле кайф короче говоря будем смотреть интерьеры проверять услуги или те дела которыми занимаются в этих общественных интерьерах они же что-то производят что-то делают соответственно мы сможем с вами посмотреть проверить убедиться насколько это хорошо или не очень и в этом плане тоже для вас будет польза вы можете узнать что в нашем городе есть и куда можно сходить короче меньше слов больше дела погнали смотреть первый у нас салон красоты альтернатива считаю это прямо интересно и не только девушка но и мужчинам тоже стричь это где-то надо поехали а итак друзья мы с вами в салоне красоты альтернатива дизайн которого разрабатывал саша воронов вот он перед вами дорогие друзья саша не только дизайнер но и художник рисует замечательные картины поэтому это вдвойне интересно как художник дизайнер оформляет пространство саш меня к тебе первый вопрос когда тебя заказчик позвал вы встретились какие задачи перед тобой поставил заказчик нас не зовут мы сами приходим обычно и вот этот объект вызвал особый интерес у меня своим интересным пространством во первых и все задачи которые ставил заказчик были связаны с созданием именно необычной атмосферы потому что у ольги мы знаем уже несколько салонов на тот момент существовала эта сетка да и хотелось сделать что-то выбивающиеся из как раз вот этого бьюти ряда такого немножко таких спокойных каких-то вот престижных дорогих интерьеров и вот изюминкой стала как раз вот это двухсветное пространство бетон то есть мы нарочито ушли от лоска такого покрытия стен да то есть он такой покраска черный потолок черный пол бетонные стены вот хотела она получить что-то интересное то есть это тот редкий случай когда мы давно достаточно общаемся дружим человек доверял вкусу скажем так автор и консультации были такие дружеские переговоры это большая ценность когда заказчик чувствует во первых что он хочет во вторых может это донести короткими достаточно комментариями до проектировщика да то есть были тут определенные сложности но это уже такие технические какие-то больше были вопросы ну слушай ну а интересно вот все-таки это салон красоты это все-таки определенная услуга и наверное это же ограниченное пространство в котором нужно разместить много функциональных зон наверное по этому поводу тоже какие-то задачи ставились или это все на твое усмотрение скажу больше бывают такие случаи когда на это помещение по моему уже был проект сделан достаточно прокомментирую ну какой-то проект и вот это именно чутье заказчика что может получиться что-то интересное на базе технической планировки как вы совершенно верно и вам заметили вообще-то это бизнес бизнес довольно понятный то есть сколько мастеров сколько рабочих мест где мойки это все про салон красоты который действительно работает они красивая картинка мы оперлись на эту схему но ключевым в этом интерьере стало что пространство полностью может трансформироваться то есть это по сути не салон красоты а некая я бы его назвал арт пространство вот это сейчас очень модно четыре там года назад когда мы это все задумывали это была совсем такая новая история то есть там все трансформируется ну просто наша жизнь меняется сейчас там квартиры трансформеры мебель в офисе open space и трансформеры да то есть мы меняемся часто мы должны сжаться мы должны увеличиться удобно должно быть здесь еще это шикарное выставочное пространство на которых в екатеринбурге кстати сказать не так много и самое главное что функция рабочий совершенно не пострадала очень хорошо эргономика выстроена вот как бы рабочих мест ну по пространству то есть ты хочешь сказать раз она трансформирующиеся то здесь можно что все переставлять и поставить в другое место совершенно верно нет тут не столько дорогу в другое место парикмахеров речь идет о центральной вот этой части большое зеркало где как раз в ряд ну это такой европейский в общем то тренд стоят мастера за клиентами да то есть в этом месте выступали не один десяток лекторов то есть здесь размещается экран а вот весь остальной зал где маникюрные столы это все отъезжает выезжает заезжает и освобождает кучу места где выдвигаются пуфики всякие и в общем происходит интересное общение лекции а то есть получается что ты решал задачу и не только салона как красоты но и как коллекционного зала или выставочного выставочного тусовочного ольга персонаж светский очень как бы живая вокруг нее всегда много людей идей каких-то крутится это прямо ее вот такая стихия но это очень здорово и для бизнеса ценно это для бьюти бизнеса это вообще вот я когда здесь завершал я понимал что мы делаем что-то ну что-то на уровне вот мне кажется мировых трендов когда вот какая-то веселье тусовка красота молодость такое все слушай скажи пожалуйста вот еще такой вопрос по поводу задач которые ставил клиент я ведь тоже работаю с клиентами ко мне они приходят они ставят вполне определенные иногда расплывчатые но ключевым вопросом является бюджет что с бюджетом как тебе приходил заказчик и что сказал ни в чем себе не отказывай или говорит вот тебе миллионы и делай что хочешь здесь богатые в общем-то убранство то с точки зрения мебели короче движемся потом по деталям да если вдруг как тебе озвучили задачу с точки зрения бюджета значит повторюсь я давно знаю ольгу и прекрасно понимал что она занимается бизнесом а бизнес предполагает каждый рубль должен работать и честно говоря зная высокий уровень самого салона я предполагал что бюджет будет достойный но никто не разбрасывался деньгами поэтому собственно мы сосредоточились как впрочем эти правила работают и в жилых интерьерах то есть тактильно все к чему клиент прикасается это все очень дорого очень здорово вот я сижу на витре это икона по сути дизайна даты то же самое касается света какого-то в том числе о диванах столы разработаны там шпанированные вещи это все ты сразу своим острым взглядом определил что это не дешевая история лестница интересная но стены полы в целом вот антураж назовем это оболочка делалось максимально простой и это тоже прекрасно например для бюджета когда люди думают что это очень как-то дорого у нас более того одна стена которая не связана секции была бетонная ее нельзя было трогать ну как бы по техническим причинам поэтому и вообще оставили как есть а вторую имитировали точно такой же бетон то есть нам как бы в общем застройщик застройщик подсказал да это чего посмотреть на колонны видно же заливки ничего не тронута то есть это сейчас там как-то там лофт шагает какой-то по стране там это было для бьюти особенно индустрии очень так мне мне казалось это по нью-йоркски так вот потому что я фанат в свое время был вот этих пространствах много изучал когда ты делаешь честные вещи вместо посмотрите как колонны решены клинтусов нет такие моменты есть вот мы эти вещи пытались эту простоту дорогую сюда реализовать итак друзья ну а сейчас как я вам и обещал будем тестировать услуги этого салона и поможет нам в этом прекрасная ксения друзья это наш герой ксения ксения привет привет иван и так ксения это наш подопытный кролик который будет тестировать услуги этого салона и все как на духу расскажет хорошо не хорошо ну и в общем все расскажешь увидим на лицо да и я однозначно расскажу ксения профессиональный ведущий различных ивентов мероприятий правильно же я говорю поэтому ей очень важно выглядеть красиво с важно очень важно ксения расскажи почему ты выбираешь именно этот салон они другой например парикмахерскую я знаю там на шейкмана есть она почему сюда слышим ты знаешь на самом деле я уже очень давно хожу в бьюти семью альтернатива как мы знаем их по городу целых пять штук вот и мне нравится качество мне нравится уровень и мне нравится атмосфера это немаловажно ну для меня лично отлично мне нравится персонал мне нравятся люди которые здесь работают они всегда знаешь не просто мастера они мастер-тиры личность сейчас посмотрим да 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 это мы однозначно посмотрим и я дам свою обратную связь что ты будешь делать сегодня на самом деле у меня сегодня такое камерное мероприятие где мне не надо каких-то грандиозных причесок но я должна быть стильная ухоженная и волосы мои должны быть естественно очень красивыми ну тогда пошли пошли друзья это екатерина знакомьтесь мастер который будет экспериментировать на ксении екатерина что делать будем мы будем делать восстанавливающий уход франция от орбит и короче я вообще ничего не понял мне обычно спортивно-молодежную стрижку делает в общем вы сами все поймете если в теме да ну что давайте берите подопечного саш но задачи понятны которые тебе ставились вот задам такой вопрос какая у тебя родилась идея какую ты здесь идею реализовал и самое главное какая должна была стать здесь атмосфера в этом салоне ну вот я не знаю следите вы или нет за общими такими тенденциями сейчас все немножко поменялось сильно но когда мы так откровенно смотрели в европейское пространство мы видели что люди богатые но не показывают что они богатые да то есть как бы было не модно сорить деньгами говорили русские вот этим характерны вот здесь мне кажется сложилось такое комьюнити что салон очень статусный но статус не выражается в золотых стенах каких-то да каких-то элементах неимоверно дорогих а в атмосфере вот то что действительно дорого те эмоции которые вот вызывает сервис безукоризненный да то есть и интерьер мы хотели сделать именно таким максимально простым но с изюмом как это собственно и правильно делать вот если мы тут посмотрим на стены вот это обои чтобы пасть кожаные пони да то есть это дорогая достаточная история но в бетоне она создает уют и вообще вот разговор о ограждении лестницы то есть также бы здорово было тут прозрачно было бы больше пространства но вот как раз здесь мы сделали упор на то что это глухая история во первых это очень здорово смотрится с той стороны как белая вот эта линия разделяющая пространство мы потом с вами это увидим четко а во вторых здесь создается более камерная атмосфера как раз тут вот то что мы с вами делаем тут и происходит и разговоры и клиенты ожидают и тут визаж значит происходит такая довольно интимная какая-то магия и вот вот эти вещи все транслировались заказчиком и я их в общем-то реализовывал но вот все таки мы делаем салон красоты для людей то есть самый главный наш клиент наш потребитель клиент который приходит за услугой вот соответственно когда ты разрабатывал дизайн ты наверное пытался вызвать у этого человека какую-то эмоцию чтобы он вот попал в какую-то атмосферу какую эмоцию он должен испытывать в какую он должен окунуться атмосферу этот клиент однозначно положительная какая-то эмоция и первое знакомство а поскольку здесь народ мне казалось всегда что это какие-то постоянные клиенты то для них это как дом родной вот с картинами с торшерами с мягким диваном значит с вкусным чаем вот такое ну что друзья а мы сейчас пойдем и узнаем так ли это на самом деле мы сейчас пойдем и попытаем ксению что она здесь чувствует и ощущает ту самую атмосферу про которую нам рассказывал александр пойдем спросим ксения ну я смотрю тебе хорошенечко намылили голову да 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 и замотали я к тебе с вопросом как тебе атмосфера здесь расскажи поделись своими впечатлениями смотри на самом деле я люблю бьюти семью альтернативы именно и за атмосферу тоже почему потому что например когда ты сходила к косметологу да или на массаж или на обертывание на какую-то релаксирующую процедуру после этих процедур желательно не сразу вот бежать знаешь сеть за руль мчаться куда-то дальше и так далее а хочется немножечко выпить чайку восстановить как бы на что-то пол потолок право-лево и так далее немножко продолжить свою релаксацию я вообще вообще ничего не понимаю что она горит но я думаю что вы девчонки понимаете о чем речь идет да то есть но как бы это ваша тема и вот здесь на втором этаже во первых мне нравится что это лофт второй свет да большие окна много света здесь на втором этаже очень приятная такая зона где как раз таки ты можешь практически наедине посидеть и выпить чая и прийти в себя после релаксирующей процедуры мне это очень нравится я за это вообще обожаю этот салон то есть ты сюда ходишь только из-за лофта если бы это был классический стиль то ты бы не пошла сказала ну вас нафиг с вашими кренделями вот когда сидишь на укладке да куда ты смотришь смотришь вперед а в зеркале тебе отражаются вот эти замечательные картины и вот там красный круг а вон там белый на самом деле это приковывает вообще внимание очень сильно и можно впать в пасть медитацию попробуйте вот я сейчас буду сидеть мне будут сушить делать укладку сейчас пойду помедитирую саш здесь наверняка много интересных дизайнерских решений расскажи про свои фишки которые ты применил в интерьере возможно кому-то из наших зрителей они понравятся кто-то решит их у себя применить возьмет на вооружение я думаю ты же будешь не против поделиться этими секретами за долю малую конечно ну начнем с того что этот интерьер вообще наполнен вот такими как бы приемами достаточно простыми но которые иногда дизайнеры просто не используют то есть это мы говорим про композицию про контраст да то есть вот про контраст мы говорим темный пол темный потолок светлые стены бетон и вот допустим если мы говорим про решение вот этой линии антресоли то это очень эффектная контрастная линия которая создает такой как бы полукруг опять же круглая тема в квадратном бетоне вот это тоже как такой части было образа поэтому эти шары гигантские появились поэтому когда мы шары шары замечательные прямо сразу привлекают внимание на то есть еще и в стоимость очень интересная как раз и я хочу сказать что тема круга вот очень интересно проектировать с людьми которые тебя слушают и прислушиваются когда мы говорили о том что это пространство сразу зашел разговор что в интерьере должны быть настоящие картины на говорю настоящие это про больших даже художников современных вот леонид ротарь если мы говорим это но замечательный художник то есть это как фишка интерьера использовать искусство в интерьере чтобы его сделать богаче его сделать во первых настоящему вторых настоящее искусство как раз и делает его достойным то есть не кстати говоря друзья возьмите на вооружение я знаю что не все любят искусство в интерьере просто опасаются кто-то его не понимает для кого-то это дорого так вот вы можете прийти в общественный интерьер и насладиться этим самым настоящим искусством про которое рассказывает саша но искусство история большая тут может нравится может не нравится есть такой действительно момент чуть-чуть в пространстве общественном эта история попроще да все таки мы ориентируемся на вкус ну автора да назовем вот эти работы неспроста вот этот белый круг такое ощущение что эти работы были написаны для этого интерьера на самом деле это вот кропотливый большой подбор то есть мы очень много работ отсматривали потом я думаю не каждая частная эта коллекция может похвастаться работами 3 на 2 метра например и в основном все что здесь предлагается это такое ну странное какое-то из недоискусство может так кто-то даже обидится чуть-чуть но вот леонид роттер это такой последовательный очень художник очень интерьерный на мой взгляд то есть вот его вот эти контрастные фоны и классическая манера написания идем это собственно видно но помимо и картин здесь в интерьере мы еще видим интересные предметы вот какой-то малыш лезет по стене тоже забавная вещь и такое некое хулиганство какой история с арт объектами да вот там он что-то какая-то точка понадобилась я была презентация к юбилею код салона и тут была чудесная вечеринка и вот он как раз появился в белый акцент интересный масштабный да то есть это не мелочь какая-то это вызывает интерес вот эта лента значит лестницы черная казалось бы довольно но странное решение все там пальцы остаются поэтому для прочности мы продублировали опору полноценную но для визуального ряда опять же в связке с черным темным полом бетоном мне показалось что это решение но интересно и вот эти моменты врезание одного в другого как вот мы потом посмотрим тот же 100 администратора как с колонной до работает вот как черное белое врезается таких как назовем под под идей тут очень много если мы посмотрим вот за вот этими жалюзи зеркальными спрятан на минуточку кабинет полноценный достаточно понятный прием мы только что находились например в той зоне и не видели ничего кроме своих зеркальных отражений думая что это вообще возможно стена а когда при первом приближении мы понимаем что это полноценный кабинет там педикюр значит спрятан там клиент то есть получается что клиент вот сквозь эти ламели туда проходит вот тут у нас есть в серединке как раз пошире ламели которые как дверь работают вот но опять же первый первый уровень фишки это какая-то конструкция 2 трансформация потому что они становятся эта стена может стать прекрасным дубовым шпоном который сочетается со всей мебелью например на и 3 как раз речь о том что это зеркало и для уж для бьюти то зеркал мало не бывает то есть вот это вот те самые вещи которые мне кажется важны и и чем больше и продуманнее как раз вот эти приемы тем она потом и складывается когда что-то из великих сказал что когда конструкция рассчитана правильно то она красивая вот такое да тут как раз мы оставляли вот эти все колонны все вот эти пропорции высчитывали ширину и в итоге оказалось что она очень функционально но и поэтому как бы красиво пойдем про стойку расскажешь что касается вообще приемов размещения мебели то есть поскольку это монолитный дом и мы имеем вот шаг вот этих колонн бетонных которые остались у нас нетронутыми по понятным причинам и мы говорим о том что всю мебель мы пытались так или иначе инсталлировать в это пространство и колонны стоящие на пути нас не пугали мы думали что это красиво и вот этот айсберг мне кажется он тут уместный белая сочетается опять же с большой полосой и отскакивает третьим белым это шары то есть это такая игра глаз двигается он цвета знакомая улавливает то есть у него дискомфорта не возникает он об эту игру бы включается сейчас это белые стеллажи вот этими металлические значит все вместе это и создает вот такую как бы игру собственно ну ради которой все и затевалась да то есть но я вот хочу сказать еще по поводу этой стойки как раз таки александр несколько раз про нее упомянул это и есть фишка не бояться существующих конструкций просто многие пытаются их скрыть заштукатурить зашить гипсокартоном или еще как-то в данном случае вот не испугались это называется честная архитектура и в них очень удачно интегрирована мебель в данном случае стойка администратора виде айсберга как и и александра называет ну и другие элементы вот там вот для макияжа столики вот это все интегрировано в существующую архитектуру в этом и заключалась одна из фишек не бояться этой самой существующей конструкции правильно я понимаешь а наверно а вот стойка становится стойкой диджея когда тут вечеринки проходят и это очень удобно сказал диджея что сделано как будто бы для сэйшона пошли туда к стеллажу переходим да давайте саш здесь много интересной мебели светильников и прочего декора расскажи про него что за бренды где покупали почему именно такие вот например прекрасный красный стеллаж очень тоненькие изысканные изящные я бы даже сказал но что сказать про яркие детали то есть мы в интерьерах преследуем такую доктрину что цвет мы любим но цвет должен быть важной составляющей общей идеи то есть когда вот многоцвете ты наверное видел такие интерьеры и человек немножко о балансе забывает то интерьер выглядит но как минимум ужасно а вот интересно как максимум будет выглядеть деликатно очень здесь мы взяли нейтральный очень фон я повторюсь и с нейтральным фоном как с чистым холстом всегда очень удобно работать эффектными какими-то мелкими деталями вот и напомнил что я художник если сравнить с написанием картины только как раз есть фон общий подмалевок какой-то и ты потом яркими мазками акцентными делаешь те узлы которые тебе важны вот на если говорить про эту стену это вообще ну такая лицевая чистовая картинка вот леонид ротари у нас здесь это просто моя любимая работа я думаю что с нее началась вся история это подобралась именно как бы к ней в пару и вот если говорить про этот стеллаж это та самая авторская работа когда ты в размер сам под свой проект делаешь мебель и она идеально встает вписывается то есть мы тут бились действительно с толщиной то есть он был бы он металл потолще он бы весил тонну уже тоже минус и вот этот красный цвет мы тоже с ним бились как бы выбирали он как бы поддерживать да да вот эти желтые акценты красные это все складывается в результате в одну какую-то песню которая вот раз даже вы заинтересовались мне кажется получилось очень интересные и мелодичные вот мне кажется даже интересно посмотреть как с помощью стеллажа скрыли радиатор вот то есть сделали поменьше полки и радиатор там стал невидимкой какое бытовое решение при этом значит это обусловлено не каким-то талантом дизайнера скорее экономическими как раз вопросами что никто не хотел менять батарею да то есть она остался этот радиатор при этом даже по моему а и возможности не было если вспоминаю там какая-то куча согласований а вот такой эффектный простой прием он в общем то позволяет идею довести до конца слушай но здесь очень много зеркал как в любом салоне красоты наверняка это все делалось на заказ я так понимаю или как-то готовые под приобреталась как вот это вообще все мы брали максимальные размеры зеркал вот это было большими мы работаем такими формами ты наверно обратил внимание что пропорции например ограждение второго яруса по размеру сочетается с полосой зеркальной то есть это очень такие тонко достаточно выверенные вещи изготавливали то есть я сейчас не вспомню наверно подрядчиков связанных с вот с зеркалами могу сказать что традиционного со входа собственно начиная свет мы любим артемиду наши интерьеры знаешь там у нас ее много этот цвет все-таки флагман дизайна то есть все самое свежее и интересное они как правило в своих в своей продукции раскрывают но вот особое внимание привлекает вот эти гигантские шары конечно шарами тоже значит вот тут были вопросы полтора метра диаметр это максимальный был диаметром нашли эти шары значит и вот как раз вот этот внутри луны вот эти они какой-то мне кажется энергетику задают такой интерьера безусловно то есть во первых мало кто решится такой размер повесить в интерьере даже в общественном а здесь он не один и от целых три и безусловно это мощная доминанта такая которая в купе с картинами на которых тоже эти круги но это доверие заказчика потому что заказчик платит за что-то что как-то появится у него в интерьере 3d визуализация была конечно довольно подробная но вообще понять как это пространство будет работать я повторюсь это конечно заслуга большая как бы ольги саша скажи вот салон существует уже несколько лет ты его сдал он запустился работает живет своей жизнью я как дизайнер знаю что многие интерьеры со временем меняются некоторые буквально сразу же а некоторые через какое-то время это конечно же совершает сам заказчик но мне как профессиональному дизайнеру кажется что это случается из-за того что но возможно дизайнер какие-то ошибки допустил тогда и что-то не продумал поэтому что-то меняет по ходу что здесь поменялось не поменялось и доволен ли ты через много лет тем как живет этот салон своей жизни уже понятно на самом деле вопрос я уже говорил что когда оболочка нейтральная то все акценты которые цветовые световые расставляются они могут мигрировать и заказчик по мелочи этим занимается то есть вот я не помню по моему вот эти работы менялись где мойка там просто на другие да но роторе сложно повторюсь тут поменять интерьер не меняется поскольку была четкая схема размещения рабочих мест вот знаете столики это вещь трансформируемая если в интерьере кто-то переставил столик то это значит что дизайнер хорошо выполнил свою работу мне кажется ты доволен я считаю что этот интерьер до сих пор не утратил свои вот этой актуальности потому что но сейчас там много ультра каких-то направлений там люди шейд-бит шейд бог по называют какие такие вещи иногда плохо понимаю вообще о чем идет речь но дизайнерам это свойственно вот я хочу сказать что это интерьер который может красиво еще стариться потому что выполнены вот эти главные в нашем проектирование как бы вещи то есть нейтральный и очень качественный фон то есть это керамогранит 120 на 120 да то есть мы брали кирлит чтобы полегче было это бетон которым ничего не произойдет да то есть это шпон дуба который очень красивый и вечный материал я имею ввиду вечный с точки зрения и эстетики то есть не зебра на которая завтра модно венге тут не модно это дуб материал вне времени да да совершенно верно дуб желтый вот этот он очень хорошо сочетается с бетоном на за мелкие контрасты у нас отвечает вот эти черные линии они же горизонтали да то есть и по большому счету на этот фон ложатся я повторюсь иконы дизайна без которых особенно жилой интерьер не может выглядеть по-настоящему дорогим и статусным то есть для нас это и витро значит это вот я сказал про свет артемида это вещи возможно узнаваемое и даже хотелось бы чтобы побольше было этих культовых вот этот мега удобный диван например бренда black tie который мало кто знает это но действительно высокий класс как бы высокий уровень второе мебель третье элементы созданные архитектором поскольку не стандарты будут в любом интерьере обязательно то есть все вот эти вещи прогнозировано проектировались под этот интерьер расстояние между колоннами высоты лестница и последнее это современное искусство то есть если мы не хотим чтобы интерьер остался бездушным то вот даже эти три немножко не дотягивают без искусства а когда она встала и еще и композиционно завязалась то есть соразмерно этому пространству картины выбраны то это вот но я считаю это успешный проект я им страшно горжусь и в общем до сих пор считаю что мы несколько салонов бьюти делали это один из очень таких удачных вариантов он там что-то в десятку лучших салонов по версии ad вошел но такое ну то есть это действительно не только мной признано что это интересная история такая ну что друзья мы посмотрели с вами интерьер этого замечательного салона саша я желаю тебе всяческих успехов интерьер прекрасный рекомендую друзья всем прийти посмотреть это общественное пространство куда может попасть абсолютно любой и каждый поэтому велкам приходите тестируйте смотрите наслаждайтесь спасибо тебе спасибо что пригласил и и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова